здравствуйте сегодня у нас влог а и не просто влог наш классический традиционный блиц вопрос то есть мне задают вопросы личного характера и я рассказываю какие-то истории о себе или просто говорю о себе и сегодня у меня первый вопрос марина из новокузнецка спрашивает а почему ты носишь кофты хороший вопрос марин я ношу кофты потому что живу в сибири если здесь не носить кофты и рядом у тебя нет медведя который будет тебя охранять и в хорошую погоду можно на нем покататься то будет холодно поэтому когда садишься даже в кафе и ты думаешь что здесь достаточно тепло на самом деле это не так и если что марин я ради тебя всегда могу раздеться с удовольствием снять кофту если ты только напишешь мне в комментарии что ты этого хочешь следующий вопрос павел из непропетровска и прескал нет непропетровска павел из непропетровска спрашивает как часто я занимаюсь сексом павел почему такие вопросы но я обещал же говорит только правду в неделю ли вместе павел ты поясни пожалуйста следующий вопрос дмитрий какие блюда тебе нравится я на самом деле не слишком изысканные блюда люблю и у меня часто меняется блюдо по одному и тому же сценарию рис гречка картошка но курица то периодично в каких-то в этих блюдах есть лапша рис речка картошка лапша грис речка картошка лапша грис . картошка лапша и немножко гамбургеров но так когда шалю следующий вопрос которые тоже мне периодично задают дмитрий а почему ты считаешь что ты прокачался что ты точно уверен что ты развился и тебе больше ничего не нужно ребята я никогда не читал что я крут что я развился и что я мастер словесной импровизации что я мастер базовых навык общения я могу сказать что у меня есть этот навык но я считаю что этот навык можно тренировать достаточно долгое время если нужно можно его тренировать бесконечно и я точно никогда нигде никогда не скажу что я супер потрясающе великолепный мастер потому что я развился во всем абсолютно нет я до сих пор продолжаю развиваться в определенных темах танцы продолжаю развиваться в обучении ребят продолжаю развиваться а в теме опять же связанных взаимоотношения с девушками потому что они которые Ihre вопросы у меня еще висят я продолжаю разговаривать это и определенные вопросы висят стены девушек да в это направление тоже что то дело то есть у меня есть куда копать опять же в теме может быть как каких-то бизнес проектов мне нравится управленческий проект а не нравится именно управлять не под этим я бы тоже хотя бы развиться я бы хотел научиться там не Я знаю, там, шпага, 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 как это называется, фехтование. Тоже бы хотелось сальса, бачата, танцы, куда-то в другое направление, соло пойти. Мне есть где развиваться. Я точно могу сказать, что я это продолжаю делать до сих пор. Мне задавали тоже вопрос в свое время. Дмитрий, почему вы материтесь в видео? И я подумал, где я матерюсь в видео? Оператор, я матерюсь где-нибудь в видео? Оказывается, нет. А потом вспомнил, да, в трансляциях иногда я добавляю какие-нибудь матерные слова. Но всегда даже в трансляциях я предупреждаю, что там, где я добавляю это слово, значит, оно действительно актуально. Именно это слово, именно матершинное слово, максимально передаст все, что у меня накипело. То есть именно благодаря этому матерному слову я могу передать определенный спектр внимания. Минуточку внимания. Спектр эмоций. Не одну эмоцию, а несколько. Именно мат наш русский, славный мат для этого и существует. Если правильно, адекватно его применять, то мат это неплохо. Я считаю, что это неплохо. Ну и поэтому, если у вас все-таки ушки вянут, и вы такие очень культурные принцессы, принцессы, принцы, и вам это неприятно, то делайте вот так. Он все? Нет, еще матерится? А сейчас? Попробуйте, это, говорят, работает. А можете делать так. Пип, пип, пип. Тоже, говорят, работает. Ну, а если все-таки это вам не помогает, то не смотрите трансляции, потому что действительно там бывают маты. А в моих обычных видео матов нет, поэтому вы можете легко смотреть и улыбаться. А я буду улыбаться вам в ответ. Следующий вопрос. Дмитрий, ты копил на камеру для своего канала? Ты накопил? С помощью этой камеры мы сняли это видео. Но есть нюансы, я эту камеру купил летом, а запустилась она в свой мощный процесс, только получается в феврале. Все это время я пытался решать какие-то вопросы с этой камерой. Сначала камера приехала, но у меня не было переходника. Когда я заказал переходник, приехал переходник, и я его потерял через 5 минут. Я заказал следующий переходник, он пришел на телефон. Но телефон подключился к этой камере, и он плохо работал с переходником. Я заказал еще один переходник, он пришел, но я понял, что переходника мне мало, потому что мне нужен стабилизатор. Я заказал стабилизатор, пришел стабилизатор, но этого оказалось мало. Мне пришлось еще и включить микрофон, потому что микрофон был полный говно. Я включил, я заказал микрофон, пришел микрофон, а и все. Микрофон-то пришел, а подключить-то его некуда. Пришлось покупать переходник для микрофона. Когда я купил переходник для микрофона, то оказалось, что микрофон не подходит к этой камере. В общем, я заказал летом И пришла камера в июле Или где-то в августе А запустилась она в феврале И все это время я решал эти вопросы И я горжусь собой, мать его Я горжусь собой, что все это время Я спокойно относился к этому И камера реализовалась И сейчас вот оператор Мой славный оператор Снимает на видео меня И звук, я считаю, что достаточно хороший Для такой камеры И картинка мне нравится В общем, наслаждайтесь, как я наслаждаюсь И это здорово Следующий вопрос задает Павел Опять Павел Из Новокузнецка Или Павла Дара Ну, не важно Павел задает вопрос Какой у тебя телефон? И опять же, Павел, ты не пояснил Ты имеешь в виду, какой у меня номер телефона Или смартфон Поэтому поясни, пожалуйста Итак, следующий вопрос Что тебе нравится больше всего, Дмитрий? Блондинки или бульонетки? А может быть, лысые женщины? Мне нравятся бабушки Это самые лучшие мои почитательницы Когда я танцую Они всегда восхищены И я считаю, что восхищение, в первую очередь Ценнее, чем красота женщины Да и вообще, как говорится После 75-ти Бабушка-ягодка опять И такие бабушки сразу себе написали Комментарии И, дамы и господа, на сегодня все Если у вас будут какие-то вопросы Которые касаются лично меня Не какого-то темы саморазвития А именно лично меня То, конечно же, не стесняйтесь Не стесняйтесь, не нужно этого делать Стесняйтесь лучше в туалете А меня под видео Оставляйте комментарии своими вопросами Я обязательно ваши вопросы прочитаю И составлю новый опросник И обязательно сниму в следующее видео И ответю на все ваши вопросы На сегодня все Ставьте лайк Можете не ставить лайк, как хотите Главное, подпишитесь на мой канал Пока-пока Мы начали? Хорошо И следующий вопрос Сейчас задаст мне мой оператор Следующий вопрос Мне задаст мой оператор